Добрый день, уважаемые коллеги! Основными методиками лучевой диагностики и визуализации образования почек являются ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магниторезонансная томография. Начнем по порядку. Ультразвуковое исследование является первым исследованием в нашем диагностическом пути. Оно достаточно широко распространено, характеризуется достаточно низкой стоимостью и отсутствием ионизирующего излучения. Основные режимы, которые применяются при ультразвуковом исследовании, это классический серошкальный B-режим или серошкальная эхография и цветовое энергетическое доплеровское аккортирование. Однако полагаться только на серошкальный B-режим достаточно опрометчиво, поскольку если размер опухоли примерно 1 см, то частота выявления его составит около 20%, что достаточно мало. Доплеровское аккортирование, конечно, повышает показатели точности методики, особенно для опухолей, которые по размеру меньше 3 см. Но, опять-таки, они не достигают 100%. То, что хорошо работает молочная железа и щитовидная железа, а именно компрессионная эластография, для диагностики опухоли почек является абсолютно неинформативным. И именно поэтому в наш диагностический ряд добавляется относительно новая методика, которая сейчас широко распространена, а именно контрастное ультразвуковое исследование. Посмотрите, пожалуйста, на изображение. Мы видим в обычном режиме, мы видим, как происходит накопление контрастного препарата неравномерными по толщине перегородками. Все это мы видим в режиме реального времени, накопление контрастного препарата. При ультразвуковом исследовании с контрастным усилением используется единственный разрешенный в России препарат, это препарат СОНАВЮ, который представляет самой микропузырьки инертного газа дексофторида серы, который не выходит за пределы сосудистого русла. Применение контрастного усиленного ультразвукового исследования значительно повышает показатели чувствительности и специфичности, что было показано во многих исследованиях. Какие же плюсы и минусы применения ультразвукового исследования с контрастным усилением? Во-первых, это отсутствие ионизирующего излучения. Во-вторых, это проведение исследования в режиме реального времени. В-третьих, пациентам такое исследование показано в случае наличия хронической болезни почек или аллергической реакции на йодосодержащие контрастные препараты. Данное исследование возможно выполнением пациентов, вес которых составляет больше 150 кг, которые чисто ввиду своих особенностей не могут поместиться в компьютерный томограф или в магнитно-резонансный томограф. Плюс зачастую это исследование используется для контроля изменений в почке после радиочастотной абляции, особенно если это пациент с единственной почкой. Что касается недостатков и противопоказаний, то основным противопоказанием являются клинически нестабильная ишемическая болезнь сердца, наличия инфаркта миокарда, это недавняя операция на коронарных артериях. К тому же этот контраст запрещен к применению детям до 18 лет, беременным женщинам и женщинам в период лактации. К сожалению, одно введение контрастного препарата позволит нам оценить только одно образование. И оценить вторую почку, или если в почке несколько образований, мы уже не сможем. Это очень операторозависимый метод, поэтому для того, чтобы исследование получилось хорошо, оно было информативным, необходимо прийти к специалисту, который имеет уже достаточный опыт работы в этой области. И, к сожалению, даже с учетом применения контрастной методики, мы не способны отдиференцировать зачастую ангиомиолипом, анкоцитомы и почечноклеточный рак. Следующая методика, которая является самой распространенной и пока что является золотым стандартом диагностики опухоли почки, это компьютерная томография. Ее показатели чувствительности и специфичности достаточно высоки, она широко применяема и достаточно проста в выполнении. Она дает всю информацию, в основном, хирургу о образовании в почке, о его локализации, о его структуре, об взаимоотношении с окружающими органами и тканями. В протокол сканирования входят несколько фаз, которые направлены, у каждой фазы есть своя задача. То есть, либо это выявить жир, кальцинаты, геморрогический компонент, выявить гиперваскулярное образование, дифференцировать либо эту опухоль, либо это псевдоопухоль. И экскреторная фаза выполняется по желанию при диагностике переходно-клеточного рака. Показатели достаточно высоки чувствительности и специфичности выполняются. Это обычное КТ, либо это двухэнергетическое КТ. Какие же основные плюсы и минусы? Основными минусами копирной томографии является лучевая нагрузка и невозможность выполнения исследований, если у пациента есть хронический болезнь почек или аллергическая реакция на йод в анамнезе. И опять-таки, к сожалению, мы не можем достоверно дифференцировать онкоцитом от почечно-клеточного рака. Основными преимуществами копирной томографии является быстрая по времени методика, что она широко доступна и легка в выполнении. Толщина среза есть 2 мм, и это очень важно, поскольку при магнитно-резонансной томографии толщина среза может варилировать от 3 до 6 мм. Плюс эта методика позволяет точно локализовать опухоль и охарактеризовать ее. Внедрение копирной томографии также позволит в дальнейшем использовать какие-то новые методики, такие как относительно новые. Такие как двухэнергетическое КТ, КТ-перфузия или методики текстурного анализа, которые направлены не только на визуализацию самой опухоли, но и на количественную характеристику гетерогенной структуры опухоли. Привезу несколько клинических примеров. Здесь мы видим по компьютерной томографии, в аксиальной, в коронарной плоскости гиперваскулярное образование с четкими ровными контурами неоднородной структуры, которые... И также мы можем построить с помощью компьютерной томографии вот такую 3D-реконструкцию. Здесь мы видим хорошее взаимоотношение самой опухоли и окружающей неизмененной ткани. Плюс мы можем визуализировать анатомию сосудов, то есть если есть какие-то дополнительные ссуды, либо аномалии развития. Это гистологический, классический почечноклеточный рак. В втором клиническом примере мы видим такое же абсолютно по сигнальным характеристикам образования, круглая, с четкими ровными контурами, интенсивно накапливающий контрастный препарат. Таких образований было несколько, а именно три. При выполненной резекции изначально было дано заключение, что это онкоцитома, однако после проведения иммуногистохимии выяснилось, что это был... Да, это были онкоцитомы, прошу прощения. И третье... Так, секундочку, извините. Здесь я еще не сказала, что также мы можем визуализировать дополнительную артерию, которая отходит от нижней основной почечной артерии, от аорты. И третий клинический пример. Мы видим точно такое же образование, которое по сигнальным характеристикам ничем не отличается от двух предыдущих. Здесь мы также видим множественные кисты, подковообразную почку. И после выполненной операции, изначально это было онкоцитомно, после иммуногистохимического исследования это оказался хромофонный почечноклеточный рак. Следующая методика, которая применяется для диагностики опухоли почки, это магнитно-резонансная томография. Она в основном, я как специалист в магнитно-резонансной томографии, достаточно редко мы видим у пациентов с опухолей почки, поскольку чаще всего им выполняется компьютерная томография. И она является как бы точняющей методикой после КТ, либо методикой выбора при хронической болезни почек, либо наличие у пациента в анамнезеологической реакции на йор. Главным условием является выполнение исследований на томографии мощностью не менее полутора ТС, поскольку тогда качество изображения будет лучше, и нам будут доступны те программы, которые помогут нам дифференцировать то или иное образование. Сам протокол достаточно большой, и он занимает полчаса, и к этому должен быть готов пациент. В дальнейшем я объясню, почему. Показатели чувствительности и специфичности методики несколько уступают КТ и МРТ, однако, в принципе, являются вполне приемлемыми. Что касается минусов планетно-резонансной томографии, как я уже сказала, толщина средств при данном исследовании варьирует от 3 до 6 мм, и это является, к сожалению, недостатком. Сделать тоньше зачастую мы не можем, поскольку это значительно удлинит время исследования, которое так составляет 30 минут. Исследование проводится на задержке дыхания, и пациент должен об этом знать, поэтому если пациент тяжелый, или он кашляет, или чихает, то выполнить хорошее исследование, которое было бы информативно, практически невозможно. Те самые дыхательные артефакты в дальнейшем не позволят нам оценить наличие перегородок или пристеночных разрастаний в каком-то кистозном образовании. Тем самым мы не сможем достоверно поставить диагноз. Кроме того, при наличии имплантов, каких-то металлических кардиостимуляторов, это полное противопоказание к выполнению магнино-резонансной томографии. Если мы видим кальцинаты в кистозных образованиях, то, опять-таки, это не очень информативная методика, и лучше сделать компьютерную томографию. И все-таки, с учетом всех плюсов магнино-резонансной томографии, мы зачастую не можем также дифференцировать онкоцитом от заклеточного рака почки. Однако преимущественной магнино-резонансной томографии является отсутствие анализирующего излучения, хорошая тканевая контрастность. И если у пациента есть хроническая болезнь почек, тогда мы спокойно выполняем это исследование, не боясь за последствия. Кроме того, магнино-резонансная томография позволяет внедрить такие новые методики, как диффузионно-звешенные изображения и различные ее разновидности. Диффузионно-тензорные изображения, болты, IVAM и другие. Однако они достаточно сложные, пока нет их стандартизации, поэтому не требуют дальнейшего изучения. Я приведу один клинический пример. Здесь мы видим изображение образования в правой почке с четкими ровными контурами, интенсивно накапливающий контрастный препарат. И здесь ставится ROI, то есть область интереса на это образование и измеряется какой-то количественный показатель. В зависимости от того, какая цифра, мы относим это образование к одной из трех групп. В данном исследовании все образования были разделены на доброкачественный, светлоклеточный рак и несветлоклеточный рак. То есть если у нас значение, допустим, 1,32, то, скорее всего, оно будет относиться к раку, но несветлоклеточному. Но, однако, вы видите, что для несветлоклеточного рака показатель 1,31, для доброкачественного образования 1,35. Достаточно большой разброс, и непонятно, как выполнялось исследование, куда были поставлены вот эти вот зоны интереса, какой был размер этого ROI, сколько нужно ставить этих ROI. То есть эта методика еще требует стандартизации, именно поэтому пока что достоверно ее использовать и опираться на нее, чтобы дифференцировать тот или иной гистологический тип опухоли, мы не можем. Два слова про PET. Чаще всего применяется гибридная методика именно PET-КТ. Она, применение ее ограничено для первичной диагностики опухоли почки, в основном она используется для стадирования, мониторинга, лечения, либо выявления рецидива. Актуальным является PET-КТ в случае, если мы видим образование надпочечника и не можем достоверно сказать по данным КТ или МРТ, является это опухолью, метастазом, либо это доброкачественное образование. В этой ситуации да, PET имеет смысл выполнять. Кроме того, для первичной диагностики она характеризуется достаточно низкими результатами чувствительности и специфичности, кроме того, она длительная по времени и высокая по стоимости. Возможно, внедрение новых радиофармпрепаратов, которые пока еще нам в России недоступны, либо внедрение новой методики такого как PET-МРТ, она повысит все эти показатели и поможет нам отдифференцировать те изменения, которые мы видим. Что касается качества вывода, хочу сказать, что идеальной методики единой не существует. Если бы она была, то она была бы очень простая в выполнении, она была бы достаточно безопасная и неинвазивная. Она была бы либо вообще без облучения, либо там была бы минимальная доза облучения. Она бы характеризовалась высоким пространственным разрешением и временным разрешением, низкой стоимости и широкой доступности. И я бы характеризовалась высокими показателями чувствительности и специфичности. Пока что золотым стандартом является компьютерная томография с контрастным препаратом. Она проста в выполнении, она широко используется, возможность выполнения реконструкции, все это доступно на любой рабочей станции, любому врачу-регинологу. Пока что это все комбинация методов и все новые методики в основном направлены на количественную характеристику опухоли и требуют дальнейшей стандартизации. Не стоит забывать про мусс-дисциплинарный подход, это очень важно. Благодарю за внимание.